150 миллионов рублей из республиканского бюджета предусмотрели на подведение инфраструктуры к зонам ИЖС в этом году. В частности, речь идет и о землях многодетных семей. Напомним, в прошлом году глава республики подписал указ, регламентирующий сроки обустройства выданных земельных участков и требования к вновь выдаваемым. В каких условиях сегодня живут многодетные семьи и сколько всего средств нужно для полного снабжения земель необходимой инфраструктурой, узнавала Саргалана Захарова. Дария Аргунова, мама трех сыновей, с первого взгляда и не поймет, что хрупкая молодая женщина сегодня следит за всеми детьми и частным домом одна. Содержит его в чистоте и порядке, главные помощники – старшие сыновья. Главе семьи по роду своей деятельности приходится месяцами отсутствовать дома, но многодетная мама признается, ни за что бы не променяла частный дом даже на большую квартиру со всеми удобствами в центре города. Мы пробовали жить в городе, но все-таки для меня больше подходит более спокойный уклад жизни. В 2012 году, когда родился наш третий сын, мы сразу подали заявку на получение земли. Ее нам одобрили уже через месяц. Сейчас, конечно, мы довольны. Это намного лучше, чем все время скитаться с одной съемной квартиры на другую. Мы не стали дожидаться бесплатного подключения газа, решили провести его пока за свой счет. Но скоро нам обещали компенсировать затраты. Самое главное, как считает наша героиня, это условия, в которых сегодня растут ее дети. Есть место для игры и отдыха, занятия спортом, да и их труду с детства уже приучены. В селе Хатасы по программе многодетным семьям выделили 926 земельных участков. Для того, чтобы всех их обеспечить электричеством, необходимо порядка 127 миллионов рублей. Что же касается вопроса газификации, чтобы подвести газ ко всей этой территории, необходимо почти 64 миллиона рублей. Львиная доля финансирования лежит на республиканском бюджете. Это больше 50 миллионов рублей. 8 с лишним миллионов должны выделить из муниципальных средств. Наш умешанный микрорайон Северный на 17-м километре Намского тракта также требует немалых затрат. После выхода указа главы республики в прошлом году дело, наконец, взвинулось с мертвой точки. В 2016 году мы получили субсидию порядка 22 миллионов рублей с госбюджета по программе индивидуальное жилищное строительство. Сами софинансировали тоже 21 миллион и подписали договор с Якутской энергой. Планируется к 2018 году вот эти работы завершить. Отметим, что всего по республике с 2011 года выделено больше 7 тысяч земельных участков многодетным семьям. Из них всего больше 2,5 тысяч имеют электричество. 200 с лишним газ и дорожными сетями оснащены полторы тысячи участков. Для того, чтобы всех их обеспечить необходимой инфраструктурой, республике требуется больше 7 миллиардов рублей. За три года все эти работы, согласно указу, должны завершить.